Радиотеатр Детектив Влипая в самые неприятные истории, из которых всего труднее выпутаться Так и случилось с Мегре, и в который уже раз Накануне он приехал в Немур по делу второстепенной важности Которую должен был согласовать с капитаном жандармерии Пийманом Капитан оказался человеком приятным Он любезно пригласил комиссара оказать честь его столу и винному погребу А потом, поскольку ливень не прекращался, предложил остаться ночевать в комнате для гостей Да, слушай Хорошо Сейчас буду Господин комиссар Вы не спите? Нет, нет Простите, что беспокою вас Ну ничего, я не сплю Не согласитесь ли вы поехать со мной в одно место в 15 километрах отсюда? Сегодня ночью там произошел курьезный случай Ясно Я так и знал, что без этого не обойдется Поспать я, видимо, сегодня так и не смогу Господин комиссар Да ничего, я не виню вас, Пийман Есть, слушай, через 10 минут я буду к вашему слугу Мегре и Пийман приехали к берегу Луана, туда, где шоссе Немур-Монтаржи идет вдоль речки Открывшаяся им картина могла навсегда отбить охоту к раннему вставанию Низкое холодное небо, косые струи дождя, грязно-коричневые волны реки Селения поблизости не было И только гостиница приют рыбаков одиноко возвышала с метрах в семистах отсюда Мегре уже знал, что местные жители прозвали ее приютом утопленников О нынешних утопленниках пока еще ничего не было известно Надо было ждать, пока кран подцепит затонувшую в середине реки машину Накануне, в девятом часу вечера, здесь шла Десятитонка, совершавшая регулярные рейсы между Парижем и Леоном На повороте она врезалась в машину с потушенными фарами и столкнула ее в реку Водителю грузовика, Жозефу, Лекруа, почудились крики И хозяину баржи, прекрасной Терезы, стоявшей на канале, примерно в ста метрах отсюда, тоже послышались призывы о помощи Оба они встретились на берегу и, вооружившись большим фонарем, пытались хоть что-нибудь разглядеть в темноте Затем шофер продолжил свой путь в Монтаржи, где тотчас поставил в известность о случившемся жандармерию Ожидание было томительным Люди мерзли, втянув голову в плечи, почти равнодушным взглядом смотрели на грязные воды Луана Нет, если тела не застряли в машине, их найдут не скоро Ну, все плотины спущены, и они поплывут по сене, если не зацепятся за корягу Они никак не могут застрять в машине Но Машина-то открытая Интересно Что интересно? Интересно Да вчера у меня остановилась молодая парочка, приехавшая в открытой машине Они ночевали у меня, да, позавтракали и собирались остаться на эту ночь Но больше-то я их не видел Нельзя сказать, что Мегре прислушивался к этой болтовне Но мозг его регистрировал каждое слово помимо его воли Наконец из воды показалась верхняя часть серого кузова Потом капот, колеса Осторожно, ребята Освободите место слева Откуда? Взяли, взяли Машина была на фиг Лейтенант в жандармерии записывал номер Пока капитан искал на панели табличку с именем хозяина машины На табличке было написано Эр Дубуа, авеню Торн, 135, Париж Я прихожу, чтобы позвонили туда Хорошо, комиссар? Да пожалуйста, пожалуйста Поступайте, как считаете нужно В этот момент кто-то случайно повернул ручку багажника И против ожидания крышка без труда откинулась Человек с криком отшатнулся А стоящие рядом устремились вперед, чтобы получше разглядеть Что такое? Отойдите! Ни к чему не прикасаться! Теперь он тоже увидел Увидел человеческое тело Странно согнутое в неестественной позе Будто человека втиснули туда И с трудом захлопнули крышку Светлые волосы с платиновым отливом Указывали на то, что это была женщина Капитан, пожалуйста, очистите место Да, тут пахнет грязной историей Здесь есть врач Я здесь, господин комиссар Осмотрите труп, пожалуйста Кто-то потянул Мегре за рукав Это был Жустен Рузье Хозяин приюта утопленников Я узнал машину, господин комиссар Она принадлежит моим молодым постояльцам У вас записаны их имена? Да, да, они заполнили листок Простите, комиссар, я осмотрел труп Знаете, эта женщина убита примерно трое суток назад Каким орудием она была убита? Бритвой Бритвой? Ей перерезали горло Господин комиссар! Да, капитан Наш сотрудник звонил в город Удалось выяснить, что машина уже не принадлежит Господин Удебоа Так На прошлой неделе он продал ее хозяину гаража У заставы мое Очень хорошо А что заявил этот хозяин? Я звонил в гараж Ну? Машина перепродана три дня назад молодому человеку Который заплатил наличными По этой причине имя его не было нигде зарегистрировано Но ведь у меня же записано имя, господин комиссар Пройдемте ко мне в гостиницу Я вам все расскажу, идемте Я все расскажу А через час уже множество репортеров Наперебой совали свои удостоверения жандарму Который преграждал вход в гостиницу любопытным Мегрея постарался уединиться И первое, что он сделал Позвонил в Париж Поскольку он оказался на месте преступления Париж приказал ему вести расследование Да, действительно Странная история И гостиница тоже странная Непонятно, почему стоявший как раз там Где шоссе делает резкий поворот Непонятно Говорят, что за пять лет уже третья машина падала в Луан На этом самом месте Правда, эти случаи были не столь загадышны А все же Но все же не зря прозвали гостиницу приютом утопленников Тайна приюта утопленников Преступление у приюта утопленников Труп в багажнике Труп в багажнике Загадка серой машины, да Представляю, какие заголовки замелькают завтра в газетах Невозмутимый, тяжеловесный Мегре, курил свою трубку и с аппетитом ел огромный сандвич с ветчиной Запивая его пивом Без всякого любопытства взирал он на эту обычную суету Которая всегда осложняет работу полиции Среди всех толпившихся здесь людей Его интересовали только двое Судовщик с прекрасной Терезой И шофер грузовика Судовщик явился к нему И говорил с ним почтительно Вы знаете, нам дают премию за скорость Мне нужно было отчалить сегодня на рассвете Так что, если можно Где вы должны разгружаться? У причала Турнеля в Париже Нам еще целый день плыть по каналу И почти столько же по сени Мы доберемся только после завтрака вечером Повторите, пожалуйста, свои показания Показания? Ну, мы поужинали И жена уже улеглась Я тоже собирался лечь, но услыхал какой-то Чудный шум Из нашей каюты не очень-то разберешь Я высунул голову из люка И мне показалось, будто зовут на помощь Какой был голос? Да, трудно сказать Дождь стучал по железной обшивке палубы Голос доносился издалека Голос женский или мужской? Да, пожалуй, мужской Скажите, сколько прошло времени После первого шума, который вы услышали? Ну, трудно сказать Я разувался Надевал шлепанцы А что же вы сделали потом? Ну, не мог же я выйти в шлепанцах Я спустился вниз Надел кожанку и резиновые сапоги Жена не спала еще И я сказал ей Может, кто-нибудь тонет А почему вы решили, что кто-то тонет? А знаете, когда живешь на реке Или на канале И слышишь крики о помощи То ясно, кто-то тонет Своим багром я вытащил уже пять человек Значит, вы направились к реке? Да, я почти что там и был Ведь между каналом и рекой В этом месте всего 20 метров Я увидел фары грузовика А потом здоровенного малого Который ходил по берегу Шофера? Вот этого самого? А, да, да Он сказал, что налетел на машину И что она угодила прямо в реку Ну, тут я побежал за электрическим фонарем Все это тянулось довольно долго Ну, конечно, конечно А что же делал в это время шофер? А, я не знаю Наверное, старался разглядеть Что-нибудь в темноте Вы подходили к грузовику? А может, статься Я не помню Я больше думал Не выпал ведь этот человек Вы не знаете Был ли шофер один в грузовике? Думаю, что один Один Если бы там кто сидел Он пришел бы на помощь А когда вы оба убедились В бесполезности своих усилий Что сказал вам шофер? А что он сообщил в жандармерию? В жандармерию? Да В жандармерию Он не уточнил, в какую именно? А, нет, нет Я не помню Вам не пришло в голову сказать Что ему позвонить можно из гостиницы? Ведь она всего в семистах метрах отсюда Я подумал об этом Но позже Когда он уже уехал Шофер Рослый, сильный парень Он предупредил по телефону свое начальство Что задержан полицией В связи с несчастным случаем на дороге Мегрея беседовал с ним наедине В маленьком зале А легковую машину Вы видели только в момент столкновения? Нет За несколько метров Но я уже не успел затормозить В машине не было никакого света? Никакого Замечательно А вы не заметили Сидел ли кто-нибудь в машине Или никого не было? Мне трудно сказать Шел дождь Дворники у меня работают Неважно Я знаю только что Когда машина ушла Под воду Мне показалось Будто кто-то барахтается В темноте Потом мне Подчудилось Что зовут на помощь Так Подчудилось 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 Что зовут на помощь Угу Так и еще один вопрос У вас в ящике Под сидением Я увидел Прекрасный Электрический фонарь Почему вы Им не воспользовались? Ты Сам не знаю Растерялся Наверное Боялся Как бы И мой грузовик Не скатился В Луан Да-да-да-да Когда вы проезжали Мимо гостиницы Там был свет? Может и был Вы часто ездите По этому шоссе? Два раза в неделю Вам не пришло в голову Позвонить из гостиницы? Нет Я подумал Что в монтаже близко И поехал туда Ага В монтаже близко И поехал туда 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 Так Пока вы бродили вдоль берега Никто не мог спрятаться В кузове вашей машины? Не думаю Почему? Не думаю Ему пришлось бы Во-первых Развязать веревки На блюде Благодарю вас Благодарю Все Разумеется Вы пока останетесь здесь В моем распоряжении Ну Если это Может помочь Будем надеяться Будем надеяться Итак Рузье Что вы хотите Рассказать нам? Вчера Вечером Господин комиссар Да Приехала молодая пара В серой машине Ну В той самой Что вытащили Из реки Так Я сразу решил Что это Новобрачные Вот Вот листок Который они Заполнили Дайте Так Жен Вербуа 20 лет Агент по рекламе Проживающий в Париже Улица Акации 18 Да? Да Едет из Парижа Направляется В Ниццу Да В Ниццу И господин комиссар Вы знаете С ним приехала Очень такая Хорошенькая Девушка Лет 17 18 Вам понравилось? Да Вы знаете Я называл ее Ну говоря Естественно Со своими Розанчиком Вы знаете Вот на ней было такое Слишком легкое Не по сезону платье И Пальто такого Спортивного типа А вот Багаж у них был? Да Один чемодан Он все еще Наверху в комнате Ваши коллеги Нашли в чемодане Только мужскую одежду И белье Знаю Знаю Я в курсе Парень и девушка Не показались вам Несколько С тревоженными Что ли Нет? Да нет Как будто Нет Нет Как будто Нет Нет По правде говоря Они больше думали О любви И добрую часть Вчера Вчера провели У себя в комнате Ну понятно Ну они заказали Завтрак номер Ну вы меня понимаете Понимаю А машины? Машина она оставила в гараже Вы ее видели? Да Ну хорошая Хорошая машина Да хорошая Ну такая Да 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 Старого выпуска Ну словом такая Какую покупают Люди не слишком Богатые Ну вид приличный А стоит дешевле Чем новая модель Скажите вы Вы не полюбопытствовали Открыть багажник? Да я бы никогда себе Не позволил Ничего подобного Господин комиссар Так Короче говоря Они собирались Вернуться к вам Ночевать Так Да да Пообедать И переночевать Понятно Ну мы ждали их До десяти вечера И вот Только тогда Убрали приборы со стола В котором часу Машина вышла из гаража Погодите Погодите Так Уже Уже стемнело Да да Думаю Ну это было Около половины пятого Так Да Я решил Что Насидевшись в комнате Молодые люди Захотели развлечься Ну знаете Съездить Монтаржи Или еще куда-нибудь А чемодан Значит Остался наверху И я Я не беспокоился Насчет платы А вы Ничего не знали О случившемся Нет Ничего 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 Вы знаете Пока Не пришли жандармы Около одиннадцати вечера Да Ну и естественно Вы сразу подумали Что речь идет О ваших постояльцах Да Ну конечно Вы знаете Я испугался За них Я испугался Потому что Когда молодой человек Выезжал из гаража Я заметил Что он не слишком Уверенно ведет машину Вы знаете Да 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 Ну видно Недавно сел за руль А мы ведь знаем Этот вот поворот у реки Да 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 Вы мне вот что скажите Да Вы Вспомните хорошенько Вы Не уловили ничего Как бы сказать Ну странного В их разговорах А? Да я не прислушался К разговорам Господин комиссар Ну хорошо Спасибо Спасибо До свидания Я очень рад был С вами поговорить И всегда К вашему слуху И взаимно До свидания Заходите До свидания Спасибо Может еще увидимся Да что вы Господин комиссар Очень приятно А теперь Теперь надо Еще раз Восстановить Всю картину Так Где моя Зажигалка Вот Итак В понедельник Около пяти часов дня Некий Жан Вербуа Двадцати лет Агент по рекламе Проживающий в Париже На улице Акаций Дом восемнадцать Купил в ближайшем От своего дома гараже Машину Как сообщили по телефону Хозяин гаража Обратил внимание Что в бумажнике Его клиента Оставалась еще Довольно толстая Пачка денег У гаража Он явился Один О том Как и где Он провел Вторник Никаких сведений Еще не имелось Так В среду Вечером Вербуа Приехала на своей машине В приют У топленников Находящийся В ста километрах От Парижа В обществе Молоденькой спутницы В четверг Молодые люди Выехали на машине Якобы на прогулку По окрестностям А через несколько часов В эту машину Стоявшую С потушенными фарами На обочине шоссе В семистах метрах От гостиницы Врезался грузовик Шофер И судовщик Утверждает Что слышали В темноте Крики О помощи И никаких следов Жанна Вербо И его девушки Так Труп найденный В багажнике машины Принадлежал женщине Лет 45-50 Холеной И изящно одетой Судебно-медицинский Эксперт Подтвердил Что женщина Была убита В понедельник С помощью бритвы Кроме того Хотя и с меньшей Уверенностью Эксперт Предположил Что труп Затолкали в багажник Лишь через Несколько часов После смерти Так Следовательно Когда молодая пара Приехала в гостиницу В багажнике Их машины Уже Находилось Мертвое тело Знал ли об этом Вербуа Знала ли об этом Его юная спутница Каким образом Их машина С потушенными огнями Оказалась Восемь часов вечера На краю дороги Кто находился В машине В момент столкновения Вот И кто Звал ночью На помощь Кто Звал ночью На помощь Субтитры создавал DimaTorzok Простите, господин комиссар Да, да Я не помешал вам? Нет, нет, Пиман, входите Прибыл отец девушки Как? Уже? Вы не ошиблись, Пиман? Пиман не ошибся Высокий Седой человек Уверенно уклонившись От осаждавших Его журналистов Он вошел В маленькую гостиную Где обосновался Мегре Простите Вы Комиссар Мегре? Да Я Жермен Ля Помере Очень приятно Нотариус Из Версаля Очень приятно Вы Нашли Мою дочь? Садитесь Благодарю вас Я вынужден Задать вам Несколько Вполне Определенных Вопросов За которые Заранее прошу Меня извинить Да, да Прежде всего Можете ли вы Мне сказать Как вы пришли К мысли Что ваша дочь Могла быть Замешана В этой истории Так Вы сейчас Поймете меня Моей дочери Вивиань Семнадцать лет Но она Выглядит На все двадцать Я говорю В настоящем Времени Хотя Вероятно Надо Уже говорить В прошедшем Успокойся Она очень Впечатлительна И порывиста Как и ее мать Знакомы ли вы Лично С Жаном Вербуа? Я видел его Однажды Моя дочь Как я уже сказал Очень импульсивно Однажды Вечером Она вдруг Ни с того Ни с сего Заявила Папа Я выхожу Замуж Не хотите Чашку кофе? Нет Спасибо Ну не волнуйтесь Продолжайте Пожалуйста Ну сначала Я Я решил Отшутиться Потом видев Что дело Обстает серьезно Я попросил Представить Мне ее избранника Таким вот образом Однажды Днем Жан Вербуа Появился Версаль Мне Мне сразу Не понравилась Одна деталь Он приехал В дорогой Спортивной машине Взятой У товарища Так Не знаю Поймете ли вы меня Молодые люди Имеют право На чистолюбие Но мне Не нравится Когда в 20 лет Таким дешевым Способом Удовлетворяется Стремление К роскоши Особенно К роскоши Дурного Тона Я с вами согласен Словом Встреча оказалась Прохладной Более того Она была Явно Недружелюбной Я спросил У молодого Человека На какие Средства Он рассчитывает Содержать Жену И выслушал Вполне Откровенный Ответ Что пока Он не достигнет Более блестящего Положения Приданное Моей дочери Во всяком Случае Не даст Ей Умереть С голоду Короче говоря После часа Такой беседы Я выставил Его вон Когда это Произошло Примерно Неделю назад Так Когда после этого Я Разговаривал С дочерью Она заявила Мне Что выйдет Замуж Только за вербу И если я Не дам Согласия На брак Она убежит С ним Вы не поддались Конечно Увы Увы Я не поверил Серьезно Есть Этой угрозы Я решил Что время Все уладит И вот Во вторник Днем Вивиана Исчезла Исчезла В тот же день Вечером Я отправился На квартиру К вербуа На улице Акации И там Мне сообщили Что он Уехал Я расспросил Консьержку И обрел Твердую уверенность Что его Сопровождала Молоденькая Девушка Иначе говоря Вивиан Вот почему Сегодня Прочитав В газетах Отчет О событиях Минувшей ночи Я прошу вас Прошу вас Комиссар Только одного Быть со мной Откровенным Абсолютно Река Прочесывается С самого утра До сих пор Ничего не нашли Могу ли я Попросить вас Подняться Со мной Вместе В комнату Которой Занимала В гостинице Эта пара Можно Пройдемте Да Спасибо Это была Обыкновенная Комната Обоев Цветочек Никелированная Кровать Зеркальный Шкаф Красного Дерева На туалетном Столике Бритва Кисточка Для бритья Две Зубные Щетки Одна Из них Новая Ну вот Видите Он взял Дорогу Свои вещи Но по пути Им пришлось Остановиться Чтобы купить Зубную Щетку Для девушки И эти Вот Дорожные Тапочки Которые Стоят Под кроватью Видите Да И все же Мне хотелось бы Найти Какое-то Доказательство Что речь Идет Именно О вашей Дочери Да Да Вот Вот оно Что это Видите Что это Это Серега Ага Да Вивиана Всегда Носила Эти Серги Принадлежавшие Ее Матери У одной Из них Испорченный Замочек Вот Посмотрите Вот Дочь Не раз Теряла Ее И каким-то Чудом Находила Вот Она Есть ли У меня По-вашему Хоть Слабая Надежда Что Дочь Жива Мегре Не решился Ответить Ему Что В этом Случае Мадемуазель Вивиана Лепоммере По всей Вероятности Будет Обвинена В соучастии В убийстве Пришлось Настоять Чтобы Нотариус Вернулся В Версаль Справившись О спасательных Работах И узнав Что В полпятого Как только Стемнело Поиски На реке Прекратились Мегре Потребовал К себе Хозяина Гостиницы О Месье Разье Я же говорил Вам Что мы Увидимся Еще раз Да Я к вашим Услугам Господин Комиссар Очень приятно Вас видеть Мне необходимо Чтобы с 7 вечера До 10 Каждый человек В гостинице Занял то же самое место Которое он занимал Вчера вечером Так И совершенно необходимо Чтобы свет Горел так же Как вчера Так Но Это не трудно Скажите А где Лекруа? В зале Я позову его Нет Не надо Я сам сейчас спущу в зал О Лекруа Вот ты где Еле тебя нашел Ты повезешь меня в Немур На грузовике? Ну а хотя бы и так Раз у нас нет шикарного лимузина Как хотите Если это может помочь вам Таким образом Комиссар Мегре Покинул приют Утопленников В кабине Десятитонки Которая с адским Грохотом Покатила По шоссе Они ехали молча Во мраке Под дождем Время от времени Сторонясь Встречных машин Дворники Расчищая стекло Монотонно Кудели Точно Большие шмели Ну Куда вас доставить? Никуда Сталина Ну так как же Возвращаемся в Париж? Нет В Париж Мы не возвращаемся Погоди-ка Я погляжу на часы Так О Полвосьмого Ладно Остановись У первого Попавшегося Быстро Времени у нас Хватает В бестро Мегре Выпил кофе Потом еще раз Взглянув на часы Заплатил И сказал Лекруа Дружочек А не выпить ли нам Немножечко Ведь именно так Все и происходило Вчера вечером Верно ведь? В общем да Только нам пора уходить В это время я уже дозвонился в Париж Поехали Возвращаемся туда В точности Как вчера вечером Тебе разве неохота? Мне? Почему неохота? Мне скрывать нечего Эй Я Круа Слушай Ты передал Бенуа мою просьбу? Конечно Все в порядке Садитесь Господин комиссар Спасибо Сейчас поедем Кто это Бенуа? Хозяин бензоколонки в Монтержин Это мой товарищ Я всегда у него заправляю Ну и дождь Даже хуже вчерашнего Представляете себе Каково везти всю ночь грузовик по такой сляке Мы не слишком быстро едем Точно как вчера Наш брат всегда за все отвечает То едешь посреди дороги То не так быстро Постранился Попробовали бы водители легковых машин Вести такую махину как моя А то что Вывели ли ее сюда поставить? И действительно На том самом месте Где вчера Ликруа Врезался в машину Жанна Вербуа Стояла другая машина Того же серого цвета И лил дождь И царила непроглядная тьма И света В автомобиле не было И однако Грузовик остановился Больше чем в трех метрах от машины На лице водителя Мелькнул гнев Но он сдержался И пробурчал Вы могли бы меня предупредить А вдруг бы я не увидел ее вовремя Да, да, да И мы к тому же еще разговариваем Ну и что? Вот что Вчера ты ехал один И твое внимание не рассеивалось Ну и чего вы теперь хотите? Ну-ка, выйдем Выйдем? Вот сюда Пожалуйста, судья Так, погоди-ка Я хочу проделать один опыт Позови-ка на помощь Что, я? Да, да, да Так, спаси-то Ну-ка, ну-ка Тех, кто вчера здесь кричал Сейчас нет Придется тебе их заменить Ну-ну Ну, если надо Пожалуйста Спасите! Хорошо, громче, громче еще раз Ну Спасите! Вот так А теперь Подходите вы Вы Пожалуйста Да, да Эти слова Относились к судовщику С прекрасной Терезой Которого комиссар Снова вызвал через жандармей Ну так как же А? Вашему Да, спасибо Так как же Я спрашиваю Трудно сказать Наверняка Ну, по-моему Очень похоже На вчерашнее Что похоже? Я не знаю Кто кричал Я говорю Что голос Похож На вчерашний Да я тебе сейчас Ну-ну-ну Тихо-тихо Тихо, мальчики Полезай обратно В грузовик И поехали Куда теперь? Как вчера Ехать в монтаржи? Как вчера Я не знаю Что вы задумали Но если вы Воображаете Будто я Замешан В этой истории Поехали Они миновали Приют утопленников Четыре освещенных окна Выделялись во мраке На одном из них Четко видны были Крупные цифры Номера телефона Как тебе не пришло В голову Затормозить И позвонить Отсюда Я же ему объяснил Поезжай дальше Ты проскочил мимо Мимо чего? Мимо жандармерии Это из-за вас Со всеми вашими историями Я там задний ход Нет Нет Давай дальше Что дальше? Делай все в точности Так как вчера Сейчас Ну я ведь пошел Да не сразу пошел В жандармерию Вот и время по часам Не совпадает Где колонка твоего Бенуа? За вторым поворотом Ну вот едем туда Зачем? Ни зачем Делай, что я говорю Они остановились У обычной бензоколонки Перед магазином Где продавались велосипеды В лавке не было света Но сквозь стекло витрины В глубине Видна была кухня Где двигались тени Едва грузовик остановился Как на шум мотора Искрежет тормозов Из кухни вышел человек Сколько литров? Что ты тут делаешь, лекро? Я думал... Потом поговорим Давай пятьдесят литров Ну как, господин комиссар? Вам здесь больше ничего не нужно? А, ты не один? Да, знаешь, тут со мной Из полиции Ну, восстанавливают события Как они выражаются Ну, понятно, понятно Ничего в этом не смысле Сам знаешь Всегда на мелкоте Отыграться хотят Мегресс оскочил на землю И подошел к магазину Через открытую дверь Он приметил в заднем помещении Жену хозяина Мадам Можно вас на минутку? Да-да Лекруа спрашивает Все ли в порядке А разве Жозеф Лекруа здесь? Он берет бензин А у него-то обошлось Без неприятностей Эй! Поль, ты слышишь? Разве Лекруа здесь? Так, ясно Ну-ка, позовите Лекруа и своего мужа сюда А что такое? Поль, Поль Жозеф, вы слышите? Вас ждут Я жду вас Бенуа повесил шланг Лекруа все еще в нерешительности Завенчивал пробку резервуара Наконец он что-то буркнул И направился В двери магазина Не пройти ли нам Для беседы В более удобное помещение? Как вам будет угодно Это была типичная квартира Ремесленника С дубовым резным буфетом Клечатой клеенкой на столе И нелепыми Розовыми И лиловыми вазами Для цветов Выигранными Как видно На ярмарке Лекруа усел Сверхом на стул Опершись локтями на спинку Вы что нас В чем-нибудь подозреваете? Ну как вам сказать Подозреваю Подозреваю По двум причинам Судовщик Слышал только Мужской голос Что показалось мне странным Поскольку в машине Находилась и девушка И если бы она упала в воду То хорошо умея плавать Могла некоторое время Подержаться на поверхности И позвать на помощь Ну и Кроме того Если случается Подобное происшествие Люди не едут За двадцать километров Предупреждать Жандармерию Когда Извините меня Телефон под боком Окна гостиницы Были освещены И не могло Не прийти в голову Хватит Что? Хватит Это все правда Ну это тот парень Так приказал Ну вот так-то лучше Он конечно сидел В грузовике Лучше уж Ликруа Все рассказать Ради двора Проклятых тыщенок Говори же Допустим Парня Жива-то Спросили для Малая Бенуа В вашем доме Нет другой двери Хозяин отрицательно Покачал головой И в тот же миг Они услышали Шум на улице Мегре выскочил Из дома И увидел Распростертого На тротуаре Молодого человека Который тщетно Пытался подняться И убежать Несмотря на то Что сломал ногу Выпрыгнув Со второго этажа Зрелище было Трагическое И жалкое Мегре бросился На него Но тот не выстрелил То ли от испуга То ли от недостатка Самообладания Молодой человек Поносил шофера Хозяина колонки И его жену Обвиняя их В предательстве Черт Отвечать Где Вивиана? Руки Руки Я понятия не имею Вот так Вот так ты лучше И так тебе удалось Убедить ее Будто ты спихиваешь Машину в воду С единственной целью Симулировать Самоубийство улюбленных Она не отпускала Меня от себя Ни на шаг А ведь и в самом деле Тяжело Правда? Ох, как тяжело Возить с собой Труп От которого Никак не можешь Избавиться Черт возьми Убедившись Что проект Женить бы Провалился И деньги Семьи Ля Памаре Ускользнут Убедившись И стратил И стратил Тогда Убедившись События Мои ребята Моя тетя Моя тетя Моя тетя Моя тетя Моя тетя И с раннего Тетя Моя тетя Люкманова Звукоператоры Наталья Сазонова Ирина Воронова В спектакле Принимали участие Артисты Евгений Вестник Аристарх Ливанов Александр Ильин Зинаида Андреева Вячеслав Дугин Геннадий Фролов Вячеслав Шалевич Степан Бубнов Валерий Нинашев Михаил Янушкевич Валерий Голубцов Редактор Елена Ковалевская Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова